Приветствую вас, и вы знаете, ну, начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы спросить вас вот о чём. Вы от психологов что хотите получить? Какую помощь? Подтвердить или опровергнуть, значит, диагноз человека мы, к сожалению, не можем, потому что это должен делать врач, ну, врач-психотерапевт или психиатр, лучше всего, конечно, психиатр. Вот, значит, надо умить вашу дочь уйти от мужа, тоже не можем, потому что это дочь, как бы, это третье лицо, если я правильно понял, Её всё устраивает, ей всё нравится, и, соответственно, у неё нет никаких проблем, вот, и она этого мужчину выбрала. Кстати, вы уважаете выбор своей дочери? Вот, здесь вот тоже непонятно, что вы хотите. Значит, дочь тоже начинает к нам относиться злобно, значит, к вам относиться злобно начинает. К вам, я так понимаю, это вы, значит, родители, да, родители, вот, значит, как бы, ну, родители твоей дочке, и у неё есть муж. Значит, дочь относится к вам с родителям плохо, теперь начинает относиться злобно. Значит, подумаем, а почему? Ну, как бы, мой шизофреник, хорошо, но дочь-то нет, шизофрения не заразна. Если дочь относится к вам злобно, значит, у неё есть, наверное, причина. Если мой шизофреник, но дочь, как бы, получается, поддаётся ей его влиянию, значит, он находит к ней путь. Обычно шизофреники – это люди, которые, ну, вообще находятся в другой реальности. И, как бы, ну, психически здоровым людям, людям, иметь тяжело очень с шизофреником, я имею в виду. И я, соответственно, хотел бы, чтобы вот этот момент пробынули, почему дочь начала к вам относиться злобно. То есть у неё есть какие-то основания для этого? Если есть, то постарайтесь со своей стороны эти основания убрать, чтобы у неё не было оснований к вам как-то придираться, да, вот как-то вот так всё это делать. Понимаете? Это плохо. Это плохо. Очень плохо. Значит, далее. Его мать боится развода. Тоже непонятно. Боится развода. А почему? Почему его мать боится развода? С чем это связано? Да? С чем связано, что мать его боится развода? Вы говорили с ней? Вы знаете её? С чем она, ну, как бы, аргументирует своё позицию? И так далее. Далее вы пишите, у меня появились сомнения, не сделано ли что дочери. Опять же, мы психологи. Мы не можем сказать, сделано ли что-то вашей дочери или нет. Мы можем проанализировать информацию. Информацию вы дали очень мало. Очень мало. Сделано ли что или нет вашей дочери, вам могут ответить на это, значит, эзотерики. Вот они могут ответить вам на этот ваш вопрос. Эзотерики могут, но не мы. Мы не можем. Вы психологи. Ещё раз нам повторяю. Пока, единственное, что может сделать мать вашей дочери, это только, разве что, знаете, разве что настроить её против вас. Но опять же, это вряд ли сделает шизофреник. Именно, конкретно. Это вряд ли сделать шизофреник. Ну и теперь самое главное. Откуда вы знаете, что у дочери мой шизофреник? Откуда? У вас такая информация. Если он шизофреник, если у него есть диагноз, назначено ли ему лечение, проходит ли он его. А если нет, то почему? Понимаете, это всё очень важные моменты. Это всё очень важные моменты, о которых с вами нужно разговаривать. Тоже. Понимаете? Если вы хотите во всей этой ситуации разобраться. Поэтому вы подумайте ещё раз, кому вы адресуете свой вопрос. Если узнать, сделано ли что-то плохое вашей дочери, это казаться этому. Они могут увидеть. Но именно фотография будет. Если разобраться в психологической составляющей того, что у вас происходит. Это к психологам, да. Но для этого нужно больше информации. О вас, о вашей семье, о том, как вы относитесь к дочери, как она к вам относится. Какие у вас отношения, ну и так далее, и так далее, и так далее. И что вас больше беспокоит? Что её муж ненавидит родственников всех, дочери. То есть, вот как вы пишите здесь, значит, что ненавидит всех родственников со стороны дочери. Ну, почему ненавидит? С чем связано это? А как дочь выходила за него замуж, если он ненавидит всех родственников? Или он начал ненавидеть спустя какое-то время, после определённого периода, с какого-то момента? Это тоже нужно разбирать. Понимаете? В любом случае, я рекомендую вам для начала определиться с запросом. Какой он у вас, кому запрос. А потом уже выбрать эксперта и хотя бы одну консультацию. провести, чтобы разобраться с тем, чего вы хотите. То есть, либо эзотерика, либо с эзотериком поработать над темой того, чтобы, ну, там, эзотерики работали по-своему, да? Вот. Либо, соответственно, поработать с циклом. Ну, пока направленность вашего доброта не очень ясна. Ну, мне. На этом всё. Надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.